Всем привет! Продолжаем разрабатывать наш чат на Django Ress Framework и Vue.js И сегодня реализуем такой функционал, как добавление других пользователей к нам в комнату в чате. Давайте вспомним, как у нас это выглядит в модели. Значит, у нас есть поле Invited, которое ссылается money to money на юзеров. То есть у нас здесь хранится список юзеров, которые добавлены в данную комнату. У нас есть класс Rooms, в котором мы получаем список всех комнат нашего пользователя. Давайте реализуем такой функционал. Создадим новый класс. Назовем его addUser, usersroom. Наследуемся от apiview. И первое, что нам нужно сделать, это написать метод get, который будет нам возвращать список всех пользователей. Чтобы мы могли выбрать какого-то юзера, которого мы хотим добавить к нам в чат. Значит, посмотрим на наши импорты. Здесь у нас нету списка подключения нашего юзера. Скопируем. И теперь обращаемся в модель user, objects, all. Таким образом мы выведем, заберем из базы список всех пользователей. Теперь это дело нам нужно сериализовать. Перейдем нашу сериализацию. И видим, что у нас есть здесь сериализация пользователей. Воспользуемся ею. Добавим ее в импорт наших сериализаций. И сериализуем список наших юзеров. Давайте здесь напишем users. Users. Many. True. И сделаем return. Response. Serializer. Data. Добавим url к нашему классу. Пусть он будет называться users. Это класс у нас adduser.room. Теперь перейдем в Postman. Получим токен. Создадим новую вкладочку. Скопируем наш адрес. Это будет у нас users. Get the bros. Header у нас идет authentication. Здесь у нас токен. Скопируем наш токен полученный. Ставим. И нажмем отправить. Как видим, мы получаем список наших всех пользователей. Я специально заранее добавил пользователей. User 2, 3, 4, 5. И видим, что у них есть ID, которая нас и будет интересовать. То есть на сайте мы показываем его имя. На back будем отправлять вот этот вот ID. Но заметьте, что здесь он идет как строка. Хорошо. Вернемся в наш код. И теперь, когда мы получили список всех пользователей, мы можем написать метод post, который будет обрабатывать добавление пользователя в комнату. То есть мы будем отправлять ID комнаты и ID юзера. Мы можем воспользоваться вот таким способом. Значит, в room.data.get мы будем вложить room. User. Request.data.get. User. Затем Мы сделаем запрос в базу данных в модель room. Модель room. Object. Get. И где наша ID равно нашему room. Теперь room.invited.ed add user И сохраним нашу комнату. Давайте для проверки сделаем исключение, что если все у нас хорошо отработает, у нас будет return. Здесь у нас будет статус 201. а при ошибке исключение если у нас вызовется, у нас будет return response статус 400. Давайте это дело проверим. Перейдем в postman. Скопируем данный адрес. выберу метод post. Скопирую токен. И в body здесь у нас будет room. Здесь у нас будет user. Давайте будем передавать второго юзера. Это у нас user2. и список наших комнат. Так, у нас есть id1. Передаем первую комнату. Отправляем запрос. Получаем data null. Статус 201. то есть мы ничего не вернули на front, поэтому data null. Но статус 201. Теперь посмотрим, здесь у нас был invited и один пользователь. По логике сейчас здесь еще должен появиться один пользователь, как user2. Обновляем. И видим, что здесь у нас появился user2. Давайте добавим еще одного пользователя. Это будет у нас user3. Вот он он. Отправим запрос. Получаем 201 статус. Обновляем. И видим, добавился user3. Замечательно. Backend мы реализовали. Теперь давайте реализуем наш функционал на фронт-энде. Добавление наших пользователей. Значит, создадим новый компонент. Назовем его add users. значит, что наш компонент должен уметь делать. У нас здесь будет выпадающий список с нашими пользователями, которые существуют, и кнопочка добавить его в комнату. То есть, прямо когда мы выбираем какую-то комнату, то есть, у нас тут будет, к примеру, список комнат. Мы нажимаем на комнату, у нас появляется списочек выпадающий с юзерами, кнопка добавить юзера, и, соответственно, сам диалог. Я заранее подготовил небольшой HTML. У нас есть тут select выпадающий список, vmodel options, дальше сам списочек наших элементов мы будем обрабатывать через цикл for list, в value будем указывать user id, и сам текст, это будет юзер, атрибут, юзернейм. Вот этот код я взял из того, как приходит к нам дата. Вот атрибут, юзернейм. Таким образом, мы будем выводить имя пользователя id у нас будет передаваться в vmodel и добавил кнопочку добавить пользователя. Придумал им методы, давайте теперь все это реализуем. Значит, пропишем data return здесь у нас будет options, пустая, и list, это то, что нам будет приходить с бэкэнда. Дальше мы созводим created, здесь будет у нас this load users, мы будем вызывать метод наших загрузки наших пользователей, пропишем методы, значит это будем получать список пользователей load users, скопируя як запрос, поправим URL, посмотрим на наш, это у нас chat users, здесь к нам будет приходить дату мы никакую не отправляем, здесь нам будет response data и будем это мы дел в лист так значит и пропишем пока что пустой метод add user так add user и пока оставим этот метод пустой перейдем наш диалог здесь у нас идет список наших переписок это форма отправки значит давайте сюда импортируем наш компонент add users from add users подключим здесь компонент добавим наш add users ставим его вот сюда вот таким образом то есть при загрузке нашего диалога когда мы выбрали комнату будет показываться список пользователей давайте это протестируем вот видим список наших пользователей подгрузился давайте все заново обновим выбираем комнату видим пустой пустой список вот наши пользователи и кнопочка добавить конечно здоровая такая уродливая сейчас не об этом хорошо теперь давайте реализуем возможность добавления нашего пользователя что по сути нам нужно нам нужно узнать ID комнаты в которой мы сейчас находимся для этого мы здесь пропишем props в который добавим room здесь мы будем получать ID нашей комнаты перейдем в диалог и вот сюда мы будем отправлять room которая будет равняться ID вот этому ID который к нам приходит то есть нам присылается сюда ID комнаты и соответственно мы его будем вложить наш компонент aduser теперь напишем аякс запрос на наш юзер столько это уже у нас идет пост прописываем дата и указываем что room у нас будет это зис ID который к нам пришел а юзер это будет наш вот этот option здесь options но вспомним что он у нас идет как строка помним что нам возвращается этот ID как строка поэтому мы это дело обернем в parse int сделаем из него число вот таким образом вспомним что мы писали значит у нас тут есть статус 201 и статус 400 при успешном добавлении нашего пользователя мы выведем сообщение что пользователь добавлен если у нас возникнет ошибка то мы выведем сообщение сообщение о том что давайте просто его давайте проверим то что мы написали переходим переходим в наш чат заходим в нашу комнату выбираем пользователя 4 второй третий у нас уже добавлен в эту комнату мы добавляли его через постмен нажимаем добавить пользователя и ничего не происходит допустил ошибку здесь у нас option здесь options и еще одна ошибка здесь мы принимаем room а здесь передаем id поэтому изменим здесь на room вот таким образом в спешке я допустил еще одну ошибку здесь большой буквы здесь у нас должно быть маленькой обновим страницу перейдем выберем нашего четвертого пользователя нажимаем добавить напишется add error add user посмотрим и выдалась нам пятисотая ошибка user none опять же допустил ошибку здесь нужно брать букву s обновляется наш чатик смотрим смотрим на нашу сеть user4 теперь перейдем наш постмэн и вспомним что у нас здесь было три пользователя user3 user2 здесь здесь по идее сейчас должен появиться user4 как видим здесь он есть я открою новую вкладку войду под user2 и как видим у него нету списка диалогов давайте перейдем в наш views скопируем вот этот permissions класс вернемся в наш браузер и видим список комнат нажимаем ведем сообщение отправим и видим что его добавляет user2 теперь перейдем на вкладку предыдущую и видим и видим что сообщение отправил user2 также все эти комнаты видят все пользователи без исключения то есть если я сейчас перейду в нашу чат и зайду под пользователем номер 5 который не добавлен в нашу комнату я также увижу список наших диалогов этого не должно происходить должно быть только так что если наш пользователь существует в этом чате и не создавал его здесь должен появляться этот диалог изменим наш permissions класс на azunicade и будем выбирать комнаты где фильтр у нас будет если пользователь посмотрим на нашу модель он или created или invited то есть если он создатель или участник комнаты напишем что creator request user то есть список комнат пользователя который создал если мы глянем сейчас на пятого пользователя у него все исчезло на нашего второго пользователя у него тоже исчезло у нашего пользователя который создавал чат он остался теперь добавим следующее импортируем из джанго к которое нам позволит создавать запрос или то есть запрос когда мы пишем через запятую означает и сделаем запрос или пишем к берем скобки наш запрос если пользователь создал эту комнату затем вертикальную черту или к импортируем инвайтед инвайтед реквест перейдем наш чат обновляем видим у нашего пользователя создалось теперь 4 комнаты но у нашего пользователя 2 который был приглашен сюда у него также появилась эта комната смотрим на пользователя 5 у него так и осталось ничего не видно зайдем под нашим пользователем 3 который также добавлен в эту комнату видим что у него также есть данный список комнат и диалог давайте отправим для теста сообщения вот у нас третий юзер смотрим что здесь вот обновился видим третий юзер ну и здесь соответственно тоже он добавился данные проблему мы решим в следующий раз на этом видео урок закончен всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик не пропустить новые видео будет еще много интересного вступайте в группу вконтакте телеграм всем спасибо до новых встреч в bırak вот customer и